Привет, друзья, я Григорий Герман. Давайте так. Страна А начинает военные действия на территории Курской области, страны Б. Что это? Зеркальный ответ, попытка оттянуть силы, стратегический задум. Что это такое и к чему это может привести? Обмен с точки зрения спецслужб. Это действительно победа Путина? Или это нормальная ситуация и нормальная практика во времена Холодной войны, которая уже началась? А переговоры? Насколько действительно Путин, если ему удастся заморозить конфликт, сможет подготовиться к новому витку, к новой войне против Украины, уничтожению Украины? И что может Украина подготовить в ответ во время этой заморозки? Обо всем этом мы поговорили с генерал-майором службы безопасности Украины Виктором Ягуном. Оставайтесь, будет интересно. Учитывая, что даже Блумберг не получил официальных комментариев от Министерства обороны от Генерального штаба, и учитывая на самом деле динамичность ситуации, которая развивается в одной из областей смежных с Украиной, давайте рассмотрим это с философской и гипотетической точки зрения. Какие цели может преследовать государство А, начиная военную операцию на сопредельной области государства, которое два с половиной года назад начало войну? Ну, на самом деле, все зеркально. Если посмотреть, что Россия пыталась получить от удара в направлении Харькова, она пыталась достичь каких-то своих тактических или либо стратегических целей. Стратегически это, если не взятие Харькова, то его окружение, тактически это просто оттянуть часть войск Украины, увеличить фронты и таким образом попытаться сконцентрировать те резервы, которые, возможно, Украина могла кинуть на свои участки, именно на том направлении. Мы сейчас выполняем приблизительно ту же самую задачу. Единственное, что есть нюанс. Россия всем рассказала, как она прикрывает свою границу. У нее там какие-то там свои уникальные сооружения защитные, еще что-то там такое. И в конце концов мы взяли под контроль ту же самую территорию приблизительно по площади, которую они с 10 мая пытаются удержать. За сутки. И нарвались на что? Не на чего. На кучу пленных, которые уже теперь все наблюдают в эфире. Куча сожженной техники. Мы фактически контролируем один очень серьезный газораспределенный объект. И мы находимся непосредственно близости возле такого мало кому известного города Курчатова. Курская окунная станция. То есть играть можно в две скрипки. Не только в одном направлении, но можно то же самое делать и в другом направлении. Поэтому тактически мы как бы уже достигли своей цели. То есть мы показали невозможность России, как государство, которое много говорит, но ничего не делает. Мы показали, что на самом деле они там прикрываются срочниками и нарядами пограничной службы все на все. Мы показали, что нет у них никакой территориальной обороны, все посыпалось сразу моментально. И показали, что если при большом желании зашла бы действительно боевая бригада, а не там несколько танков, то боевая бригада сделала бы немножко больше, чем, наверное, Пригожин в свое время, летом 24-го, 23-го. Поэтому будет, смотрите, действительно очень интересно. Или мы остановимся, закрепимся за этим всем в этом направлении и будем демонстрировать, что мы можем и дальше проделаться. И в какой-то момент увидим, что русские ушли с Харьковской области, а мы ушли с Курской. И на этом закончится вот это все перетягивание каната. Либо мы можем рвануть действительно на Курчатову и говорить, что, ну извините, в Энергодаре тоже какие-то там военные находятся. Что там за военные в вашем Курчатове? Разбирайтесь сами. Это не наши, какие-то там, не знаю, зеленые человечки, синие человечки. Кстати, вот по поводу обороны. Там же, насколько я понимаю, даже наши аналитики, я помню, говорили о том, что в Курской области контингент войск, перекрывающих границу, там то ли 15, то ли 17 тысяч человек с какой-то бронетехникой и со всеми делами. Более того, насколько я понимаю, даже Буданов признавал о том, что там происходила концентрация войск, то есть дополнительные какие-то войска. И вот сейчас мы видим, что... А где они? Они были сточены на Покровском управлении. То есть это те подразделения, которые сейчас пытаются там что-то сделать. Ну как пытаются? Они у них не там получаются? Почему не получается? У них там по 400 метров день-два, там 100, там 400 метров, там 80 метров. В среднем 80 метров, мы уже посчитали, в среднем 80 метров в день. Вот так вот будем посчитать. И все. То есть Россия не имеет резервов. И Буданов правильно сказал, что если Россия в ближайшее время не примет решение о введении обязательной мобилизации, то ей надо прекращать войну. Кстати, вот эта вот ситуация в Курской области, она может стать поводом для мобилизации? Ведь там по большому счету вот она вставала и страна огромная, да, и так далее. По большому счету для российской пропаганды любая засечка может стать поводом. Они, может, я так раскрутить, что даже никто не поймет, было ли это или нет. Я всегда, когда вспоминаю российскую пропаганду, я вспоминаю американский фильм про войну в Албании, которой не было. Хвост виляет сумакой, да. Да, поэтому кто кем виляет, там, это же такое дело. Но как повод они, в принципе, могут использовать для того, чтобы вот тут-то и начать мобилизацию? Конечно, они могут даже тактическое ядерное оружие использовать, потому что вроде как бы прорыв на ихнюю старую границу. Там, кстати, вот если почитать, там, старая граница, старые территории. Какие старые территории? Вот от каких времен она начинает стареть? С 26-го года, когда там по переписи населения больше половины было украинцев? Да. Да, или сейчас вот она стала старым. Поэтому вот это такое дело. Они старые границы. Ну, старые границы были, старые стали, но... Ребята вообще норыли информацию о том, что первая столица Украинской и Советской Республики была именно в Судже. Поэтому, ну, собственно говоря, тут, как говорится, сам Бог велел, и у нас тоже может у Зеленского найтись папочка с документами. Бумеранг вернулся на свое место. По поводу сил, еще много было видео о том, что на границе стоит Ахмат. Да, и Лапти Аладдинов, ну, в смысле, Апти Аладдинов, он же тоже недавно говорил о том, что Ахмат твердо стоит на границе. Но, как бы, насколько я понимаю, они даже не дожидаясь первых ударов, как это называется, да, правильным военным языком, рассредоточились или отступили на более выгодные позиции? Да, и через пробки. Если вспомнить, что происходило с Пригожиным, то вот у них там все было нормально, пока пробок не достигли. Это тиктот войска, над ними все всегда смеялись и будут смеяться. Это войска, которые не, ну, вот есть Ахмат там, который состоит из подразделения, где вмешанные такие, да, там, разных национальностей. Ну, и еще воевали. А это все, они себя очень любят, они любят жизнь, они любят развлекать, развлекаться. Они понимают, что жизнь одна, ее надо прожить весело. Поэтому зачем оно им надо? Я, знаете, еще что, вот когда увидел в особенности видео, где там 40 расистов сдается в плен, да, и они идут по дороге, размахивая белым флагом, реально, вот такой толпой в 40 человек. У меня первая реакция была, ну, то есть вот можно же, могут же они сдаваться в плен целыми подразделениями, и их ничто не останавливает. Почему тогда на Донецкой области, почему на фронте вот там вот таких случаев массовой сдачи в плен до сих пор не было? Почему здесь можно, а там нельзя? Это срочники. Это срочники, которые не промыли мозги в плане того, что вот над вами будут издеваться. Они логически думают, ну, нам 18 лет, что мы, мы ничего еще не сделали, никого не убивали, никому ничего плохого не сделали. Почему мы должны кого-то бояться? То есть они реально не понимают, что происходит, и зачем она, это совершенно другая категория. А там, да, там закачивают, что вы же не сдавайтесь, они просто видят, как они издеваются над теми же самими украинцами, которые берут в плен. И у них реально такая схема сразу разворачивается. Ага, если мы такое делали, то и с нами такое будут делать. И лучше сразу сейчас тут самоликвидироваться, чем попасть в плен. Насколько я понимаю, Украина, в том числе, не так, страна А, пытается этим наступлением на области, которая близлежащая, в том числе и усилить свою переговорную позицию. И вот тут у меня вопрос больше, чем просто там наша переговорная позиция. Насколько, в принципе, переговоры для нас опасны? Потому что многие говорят, что когда русские не будут вести вот это ползучее наступление и не будут терять по тысяче человек в день плюс, то не наступая, у русских будет время пополнить потери, причем не только в живой силе, но и накопить силы. В том числе и в бронированной технике. Любая пауза, где нашим запретят проводить какие-то активные мероприятия, в тылу врага, в непосредственном, в глубоком тылу, в непосредственном тылу, на линии ограничения, то есть создаем какие-то более-менее комфортные условия, и это чревато тем, что мы можем потом не успеть среагировать на то, когда они будут готовы к очередному раунду, к сожалению. Потому что у нас совершенно другие задачи стоят, мы тут отрубляемся быстрее, чем они. А у них нет, у них надо сконцентрироваться, надо подготовиться, надо идти дальше. Мы не собираемся идти дальше, нам тут бы как бы свое отобрать. И это очень такая неприятная ситуация, и реально непонятно, как это все можно остановить, и как это можно договориться. А то, что договориться невозможно с русскими, это уже все знают и все понимают. Ну, может, на Западе там кто-то еще может, где-то какие-то надежды у них там есть, а вот вдруг там где-то кто-то восстановится, не восстановится. Это все блеф. Поэтому, пока идут активные боевые действия, у нас есть какая-то возможность влиять на будущие переворы, или на переворы, которые начнутся, все остальное. Насколько я понимаю, у Путина план все-таки до начала переговоров выйти на границы Донецкой области. Насколько, опять же, я понимаю, об Одессе, о Харькове речь в принципе вообще сейчас на данный момент не идет. Почему ему так важна именно Донецкая область? Почему это козырь он считает? Ну, потому что фактически Вуганская область, это единственная область, которая, ну, Вуганская и Крым, которые они полностью как бы контролируют. Ну, там частично какие-то там населенные пункты Вуганской области вроде как под нашим контролем. Ну, это такое теоретическое вещи. А ему надо показать, что вот мы контролируем не только областной центр, но и всю территорию области. И мы, как договорились, так и сказали, что вот Ланск, Донецк наш. Я подозреваю, скорее всего, что действительно они готовы уйти с Херсонской, Запорожской областей и остаться именно вот на этих трех рубежах. Что им это даст? Я не думаю, что они даже в будущем, они в будущем могут изменить Конституцию, назад вернуть, да? Могут назвать их, что это там какая-то там серая зона, там еще что-то такое. Кладывать деньги туда никто не будет, все остаются под санкциями. Но для своих людей они скажут, что это победа. Мы сказали, что вот ЛНР, ДНР заберем, забрали, Крым наш, наш. А все остальное это было как бы, ну да, вот попробовали, попробовали. В Новороссии мы подготовимся и потом пойдем опять вперед. Опять же таки, хорошо, вы верите действительно, что они в рамках переговоров могут оставить Херсонскую, территории Херсонской и Запорожской областей? А как же сухопутный коридор в Крым, о котором они так много говорили? Да, это, я вообще не знаю, зачем им Крым нужен, без Херсонского водохранилища, без Запорожской атомной. То есть есть компоненты, которые, ну вот, просто не играют. Им нужен был Крым, чтобы Крым функционировал, нужна вода была в Крым, и электрика в Крым, и сухопутный коридор. Они как бы на каком-то периоде это все вроде бы имели, а потом пошло все как-то по перекосяку. Зачем было подрывать эту даму? Кому она не нужна? Все, воды в Крыму нету, Запорожской атомной они так и не запустили, и запустить, я не знаю, смогут ли. Сухопутный коридор, это такой блеф, то есть, ну хорошо, вот они что, что значит сухопутный коридор? Что они пустят там гражданские поезда, под откос какой-нибудь очередной партизанский отряд. Либо что они там будут попускать? Ну типа узкая полоска земли, которая позволит сухопутно дорогу провести туда, железную дорогу и так далее и тому подобное. Это все блеф, это если Украина не будет согласна с аннексией этой территории, то даже без активных боевых действий какие-нибудь условные партизаны будут постоянно подрывать эту дорогу, мосты, рвать провода. Да, и она в том качестве, в котором они хотят, она функционировать не будет. Крым это большая-большая, ну большая-большая проблема России. Это еще было понятно в 2014 году, зачем этот чемодан без ручки? Ручка как раз была Украина. Зачем этот чемодан им нужен? Для скреп, ну вот пускай сейчас держат скрепы. Они его обеспечить не могут. Причем обеспечить не то, что военных. Военных они как-то еще грехом пополам обеспечивают. Кажданское управление там просто, ну там просто ужас. 800 тысяч человек лишних они туда притянули. А как их обеспечивать? Нормально функционально. Не знаю, те же яйца, молоко, блин, еще какая-то ерунда. Не могут. При Украине это было возможно, потому что Цельское хозяйство Крыма более-менее себя поддерживало. Все остальное было там, много было при Востоке. Но сельское хозяйство еще более-менее себя держало. Сейчас такого понятия, как сельское хозяйство, оно условное. Там пустыня будет через еще 10 лет. Вы верите в то, что до конца года будут не консультации, а именно уже переговоры? В принципе, многие говорят о том, что экономика в Российской Федерации, да и в принципе усталость в военном и экономическом плане. Но она подталкивает Путина именно к переговорам, может быть, просто к первому туру, но до конца года. После ноября, да. Если в ноябре будут выборы, и выборы в очередной раз покажут, что Россия не достигла того, что она хотела. А она хотела, например, совершенно другой Европарламент. Она хотела еще какие-то выборы, еще в каких-то странах, например, в Франции, да. Она хотела какие-то четкие изменения в других каких-то позициях. Это пока что все проваливается. Не получается. Если она еще и провалится, не будем называть фамилии, в Соединенных Штатах, и придут люди, которые, ну, совершенно по-другому Россию воспринимают. Для России это будет еще один удар, и они должны садиться на переворы. Это, кстати, один из тех моментов, почему они так быстренько кинулись с обменом. Потому что они знали, что если придет совершенно другой человек, то они обмен не проведут по этой схеме. Этот человек не может договориться с другими странами. Вы, как человек, который, мягко говоря, имеет отношение к работе спецслужб, как вообще, в принципе, оцениваете то, что произошло, вот этот вот обмен? Многие оценивают как первую победу Путина за почти два с половиной года войны. Ну, конечно, хотелось бы, да, вот, там, игромании говорят, что зачем мы его обменяли, там, еще что-то такое. Ну, надо понимать, что в таких вещах надо все-таки стоять выше этих всех моментов. И Запад показал свою сущность в том плане, что они действительно вырвали людей за их принципами, которые, может, им не очень нужны, но если не обещали, они делают эти вещи. Кроме, там, граждан Соединенных Штатов, кроме, там, граждан Великобритании, кроме, там, граждан Германии, впервые в истории они получили возможность получить людей, которые имеют российское гражданство, другого не имеют, и показать, что нас интересует, там, Россия демократия. Какая демократия? Куда она будет двигаться? Это уже проблема тех людей, которых освободили. Но Запад оказался выше этих всех грязок. Чисто юридически понятно, что это очень сложный был механизм. Чисто формально, в том плане, что освободили убийцы, и эти убийцы теперь понимают, что можно делать что угодно в Европе, нас все равно обвиняют, это, конечно, не очень приятно. Но если сейчас кто-то из этих вот умников подскользнется и не доживет до понедельника, я не удивлюсь в России. Мы же не знаем, что там происходит на самом деле. Поэтому обмен такое делал. Да, оно показало Путина с какой-то красивой-некрасивой стороны, Америку показалось красивой-некрасивой. Но сделали то, что сделали. И если кто-то говорит, что больше плюсов у Путина, я не знаю, я и считаю, что это больше плюсов у Путина. Почему сейчас такая оценка? Господи, когда во времена Холодной войны при Форде меняли республиканцы, при Рейгане меняли, все время меняли. Никто тогда не воспринимал это как победу советского строя. Хотя часто меняли именно так. Брали шпионов, пойманных на Западе, и меняли их на советских диссидентов. Что поменялось сейчас? Индивидуализм, да? То есть, каждый все-таки тянул на себя. И там, нет, сейчас, а правильно мы сделали. Ну, слушайте, вы добрали двух человек, если не ошибаюсь. Один, который приговорен к смертной казни. Ну, имейте совесть, все-таки договаривались же. Я считаю, что все нормально прошло. Если кому-то это не нравится, ну, такое дело. В спецслужбах как обычно относятся к таким обменам? Это нормальная практика? Просто, насколько я понимаю, когда меняют шпионов на шпионов, то очень часто это вообще в принципе не озвучивается. Не, почему? Вот во время, уже вот сейчас более-менее современной, то есть после 14-го года, была же история с тем, как русские украли. Украли. Это даже не задержание, а именно украли с пограничной линии офицера и контрразведки Эстонии, обвинили его там, а он был вооружен, ну, с пистолетом штатным. Они его обвинили в контрабанде вооружения, ну, оружие, нормально, да? И там еще что-то, ему приписали там какие-то там грехи. И держали там несколько лет, пока не нашли какого-то там человека в Эстонии, которого они захотели забрать, а эстонцы забрали своего. Поэтому такие вот вещи башно-башно всегда происходят. Насколько сейчас Россия кинется в охватать кого-нибудь попадя с любыми паспортами для того, чтобы пополнять свой обменный фонд? И насколько Запад будет вестись на подобные провокации и на подобное создание России обменного фонда? К сожалению, Россия будет продолжать это делать. Причем будет продолжать это делать в очень многих сферах, и не только на территории России. Это может людей вывозить из других стран, к сожалению. И уничтожать там... Даже, например, из Крепалей. Вот они из Крепалей когда-то отпустили, там, когда... Какие-то, да. Тоже, по-моему, в этот же период. А потом еще попытались их убить. Ну, то есть они никогда никому ничего не забывают. Они все равно не так пытаются что-то там, какую-то подлость сделать. Поэтому, если кто-то думает, что Россия поменялась, и она вот такая вся хорошая, неправда. Они будут наблюдать за журналистами, они все равно будут этих журналистов контролировать. И если там где-то смогут что-то придумать, задержат. И будут держать этот обменный фонд. Кстати, он очень такой серьезный. Там вот Гроздин правду сказал, что там были люди, которых действительно хотелось вырвать. Тот же Сафронов. Там еще какие-то там фамилии звучали. Поэтому, кого вырывать от России, тут бы с этой стороны, чтобы обменный фонд не обнищал. А если снова вернуться к переговорам и к той мысли о том, что переговоры и любая заморозка конфликта даст России время на подготовку нового вторжения, даст России время на накопление сил. Это очень популярная мысль. Я недавно услышал фразу, которая меня так заставила задуматься о том, что когда мы говорим об этом, то мы почему-то умалчиваем о том, что Украина в принципе тоже не будет сидеть без дела. Насколько Украина может подготовиться, если будет заморожен конфликт, к возможной новой эскалации? Насколько, даже не так, нет, поставлю по-другому. Насколько Украина может создать такую военную силу и такое ВПК, что Россия поймет, что атаковать Украину бесполезно и не имеет никакого смысла? Я думаю, что если мы выйдем на эффект создания ракет дальностью 2000+, в том числе крылатых в первую очередь, даже не паристических, именно крылатых. Почему? Потому что они, там, есть свои задачи, которые они могут выполнять. То, если у нас действительно закончится тем, чем закончится по авиации, то есть мы выйдем на хотя бы на 100 единиц с авиацией, и мы завершим наше задание по созданию территориальной обороны, завершим работу с военно-морским флотом. У нас там два корвета как раз на подходе, и есть еще корабли, которые нам уже передали, но они еще к нам не пришли. То есть это все, как бы, в контексте этого мы будем работать, ну что делать, да. Действительно, это будет тот момент, когда, ну, приблизительно это будет похоже на то, что было с Финляндией. Когда Россия поняла, что просто так Финляндию не взять, и лучше как-то пойти другим путем, да, там где-то каким-то экономическим, еще каким-то путем договариваться как-то. Да, мы много потеряли, но до конца вопрос и так не решен. Тут стоит вопрос об Украине. На законодательном уровне, если мы согласились на то, что территория потеряна, откажемся от преследования военных преступников и компенсации, а, соответственно, после этого начнутся снятия санкций в Западной и России, тогда это действительно просто проигрыш. Финский пример, на самом деле, он прекрасен же еще и тем, что Финляндия в 20 веке смогла, и в 21 веке смогла создать достаточно сильную армию, достаточно мобильный военно-промышленный комплекс, да, с большим запасом резервов, с большим резервом. И когда Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, она была принята максимально быстро в НАТО. Возможен ли такой путь для Украины? Создание сильной армии, сильного ВПК. И потом в какой-то момент мы говорим, окей, ребят, смотрите, у нас все совмещается, у нас все работает, у нас тут заводы Нортроп Грумман, вот Рейн Металл, вот Байя Системс, вот еще. Давайте мы на всякий случай вступим в НАТО. Совершенно верно. Это, кстати, нами предлагают. Но стоит вопрос о том, как мы пойдем на эту сделку, то есть согласимся ли, на что мы согласимся. На что нам стоит согласаться, а на что нет, по вашему мнению? Ой, тяжело сказать, мне очень тяжело сказать. Я все моменты, которые перечислил, я ни на что не... Я, к сожалению, не готов. Особенно то, что касается территориальных уступок, это просто какой-то кошмар. Я просто не могу понять, как это возможно в 21 веке. Это невозможно было в 20 веке, но, к сожалению, оно есть, да? Мы видим, что Россия творила. Да. А по Японии, по той же Туве, то там все забывают, что Тува до 47-го года была отдельным государством. Да. Кстати, вот если говорить о том, что... Много говорят о том, что наши союзники нас заставляют, благо-благо, все дела. Реакция на события в Курской области у союзников очень и очень любопытная, очень интересная. А все-таки бои идут на территории Российской Федерации. Но, тем не менее, наши европейские партнеры говорят, что вообще ничего, вообще не проблема. Соединенные Штаты тоже говорят, что ну, мы не видим особых проблем, просто хотим знать, что происходит. Это какой-то слом, это какой-то поворот в восприятии этой войны нашими союзниками? Нет, это просто консультация фактов. Они, особенно американцы, очень любят комбоев. В плане... Они называют это комбоевы, не знаю, там, в России называют это гусарами, у нас такой казацкий дух. Да, то есть мы тут сейчас, мы вам сейчас покажем. Ах, не хотите? Ну, мы вот сейчас... А давайте вот так вот попробуем. И что вы нам скажете? Вот что вы нам скажете? А суд же? А что суд же? Суд же до 26-го года 60% населения украинцев. Мы же возвращаем свое. И вот... И говорить словами, те же самые словами, которые говорит Россия. Говорит, мы исконно украинские земли возвращаем. Не хотите, не верите? Да, смотрите. Суд же было правительство. Российской... Украинской СССР. Не верите? Историю учите. И все. И на этом заканчиваюсь. Очень интересно, как-то все складывается. Несмотря на усилия по управлению эскалацией в разных частях мира, на Ближнем Востоке, в Украине. Как раз, когда вроде бы эскалация снова входит в управляемое состояние, Израиль уничтожает Исмаила Ханию. Наносит ракетные удары. Украина совершает свои действия определенные. Это как раз вот это вот ковбойство, которое так ценят на Западе? Да. Потому что если они способны на поступок, они будут держать удар до конца, и мы точно сможем с ними, как и Великобритания, говорить, а давайте подпишем договор на 100 лет. Я говорю, почему на 5, на 100? Я говорю, давайте. Потому что мы точно знаем, что через 100 лет мы тоже будем. Тогда за Мецны, Козацкий и Ковбойский дух. Спасибо вам огромное. Всего доброго. До встречи. Всего счастливо. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok